Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Анастасия Час. И это обзор на эту неделю. На экране у нас евро-доллар. Давайте посмотрим, какие ожидания у нас по евро-доллару на этой неделе. Вот смотрите, что происходит. Здесь у нас разворотная линия месяца. Это где-то 22.90, ну 23. Вот так, приблизительно вот в этом диапазоне. Здесь чуть выше находится именно вот цель на месяцах 23.30. Я о ней уже говорила на прошлой неделе. А чуть выше находится цель на неделях 24.97, ну где-то 25. Вот мы сейчас вошли вот в этот диапазон. Я так думаю, что мы идем сюда, к уровню 25. Это очень важный уровень на неделе. И вот мы вошли в этот диапазон, что я и говорила, что все зависит от того, вот закрепимся мы ниже разворотной линии месяца, либо выше. Мы, видите, в пятницу пробились выше даже и закрепились выше цели на месяцах 23.30. И вот сегодня практически от нее оттолкнулись. И вот здесь находимся в этом диапазоне. Я думаю, что мы на этой неделе дойдем до цели 25. 24.90, 25. Может даже чуть выше. Ну а дальше зависит все от того, закрепимся мы ниже, либо пробьемся еще выше и закрепимся выше. Посмотрим. Пока что мы тестируем вот разворотную линию недельную. Вот желтенькая у нас разворотная линия недели. Вот такие ожидания. Я думаю, 25 уровень мы пробьем на этой неделе, либо достигнем его. Отсюда возможен откат сюда еще раз протестировать уровень 23.30 и 22.90. Вот так вот. Где-то здесь. Ну а здесь уже опять-таки все зависит от разворотной линии месяца. Что будет дальше происходить? Пробьется ниже и закрепится ниже. Значит, пойдем вниз. Вернется назад вот в этот диапазон. Ну для того, чтобы мы пошли наверх, потому что это два очень сильных уровня на месяцах и на неделе. Для того, чтобы мы пошли вверх, нужно, чтобы совершился пробой. Вот уверенный пробой и закрепление выше 25. Вот такие ожидания у нас по евро-доллару. Значит, дальше у нас фунт-доллар. Какие ожидания у нас по фунту-доллару? Ну, вы видите, мы очень-очень долго тестируем, я как и повторюсь, границу годового канала, нижнюю границу годового канала. Вот верхняя находится чуть выше. А здесь где-то посередине находится разворотная линия годовая. Но мы пока что вот никак не можем вырваться из вот такого вот небольшого диапазона. Вот это граница годового канала. Но, как бы я раньше говорила, повторюсь, что получается у нас два восходящих канала. И вот это как бы промежуток между двумя вот этими восходящими каналами. И никак не пробьется, не войдет либо в этот канал, либо пробьется ниже и будем двигаться вниз. Посмотрим. Пока что мы закрепились ниже разворотной линии месяца. Это где-то 55,82. Где-то здесь разворотная линия месяца. Видите ее вот. И ниже разворотной линии недели. Но мы можем прийти к уровню 55,20 где-то. Ну, вот 55, где-то вот здесь вот. Все зависит вот от этого уровня. Пробьемся мы ниже, закрепимся. Значит, будем двигаться дальше вниз. Выше держит сопротивление, значит, цель на дня. Это где-то 57,70,80. Вот так вот. 57,60. Вот в этом диапазоне. Вот. Ну и для того, чтобы мы пробились дальше, мы должны пробить вот этот уровень, эту цель. И придем. Значит, следующая цель у нас 60,18. Это разворотная годовая линия. Но мы пока вот, видите, в этом диапазоне. То есть конкретного я здесь ничего не могу сказать. Пока что мы двигаемся вниз и закрепились вроде бы немножко. Ну, как закрепились? Находимся ниже разворотной линии месяца. Вполне вероятно, что мы можем двигаться с таким же успехом, что вверх, что вниз. Дальше у нас доллар-франк. Какие у нас ожидания по доллар-франку? Вот здесь мы тестируем, видите, разворотную линию. И недели ниже находится цель на днях. Это где-то 95,20-95. Вот так вот. И мы находимся в верхнем диапазоне. Ой, то есть годовой канал. Граница годового канала, верхняя граница. Вот тоже, как я и повторюсь, получается два таких слегка нисходящих. Вот он, ну как нисходящий, даже не нисходящий, а практически вот боковой такой канал. И мы находимся вот у верхней границы здесь. Здесь разворотная линия годовая. Мы никак не пробьемся выше, потому что выше там еще есть цели. Вот где-то здесь это 0,0,75,80. Где-то вот здесь цель. Но все зависит от того, закрепимся мы выше разворотной линии месяца или нет. 97,70. Пока что мы находимся ниже разворотной линии. Вполне вероятно, что мы можем прийти еще раз протестировать. Вот 95, 30, 20, где-то вот даже 95. Вполне вероятно, что мы можем еще раз прийти сюда протестировать. Ну а здесь вот сильный уровень поддержки. И посмотрим, что дальше произойдет. Отсюда мы можем оттолкнуться и пойти тестировать вот следующую цель. Либо же пробьемся и все-таки войдем вот этот боковой канал и будем двигаться вниз. И осталось у нас доллар-иена. Какие ожидания у нас по доллар-иену? Я говорила, рассказывала на прошлой неделе, что вот эта линия годового канала. Вот мы никак не пробьемся в ту или иную сторону, не определимся. Пока что мы находимся ниже разворотной линии месяца. Это 75, ой, 78,50. Вот где-то здесь и даже ниже разворотной линии недели. Пока что мы вот здесь. Но вы видите, уже сколько времени, сколько дней мы здесь туда-сюда, туда-сюда, вверх-вниз, вверх-вниз. То есть, извините, нет определенного пробоя. Но мы еще находимся ниже линии годового канала. И пока что не достигли ее. Возможно, мы идем сюда потихонечку. Видите, с каждым разом все выше и выше. Мы приходим, чтобы протестировать ее еще раз. Это уровень 79. И, возможно, уже здесь уже более будет ясно, как будет дальше продолжать движение. Что будет дальше. Хотя, очень даже возможно, что мы все-таки направляемся, разворачиваемся вверх. И, ну, по крайней мере, я на это надеюсь, смотрю, что если мы вот посмотрим чисто по такому вот графику, видите, этот находится все-таки чуть-чуть выше предыдущего пика. Что вполне вероятно, что мы разворачиваемся наверх-вверх. Но, не знаю, посмотрим. Все зависит от уровня 79 и от его уверенного пробоя и закрепления. Пробьемся, закрепимся выше. Значит, следующая цель у нас, сколько, 80-63. Это разворотная линия годовая. Ну, и здесь тоже дальше будет понятно. Пробой и закрепление, значит, будем двигаться дальше вверх все-таки. Если же не пробьется, не закрепится. Отсюда я вполне допускаю, что вот мы можем дойти сюда. Но не на этой неделе, конечно. Это в перспективе сюда. Отсюда опять-таки откат к линии годовой, линии годового канала. Ну и дальше вот посмотрим, что будет происходить. Ну, вот на этой неделе, я думаю, что мы можем дойти до 79, если закрепиться вот выше 78-50. Ну, в принципе, что тут 50 пунктов. Но пока что мы находимся ниже. То есть вероятнее всего, что можем пойти вниз. Хотя, видите, здесь опять-таки нельзя быть уверенным. Сегодня вверх, завтра вниз. Послезавтра тоже приблизительно в этом же диапазоне. Опять вверх и опять вниз. То есть вот на месте практически вот такой вот боковой тренд, боковая такая волна. Вот, дорогие друзья, такие ожидания у нас по основным валютным парам на эту неделю. Я вас благодарю за внимание. С вами была Анастасия Час. И пока-пока.